Как энтузиазм связан с совестью? Вы говорили, что если у нас повышается энтузиазм, то это открывает канал, по которому мы можем общаться с нашей совестью. И второй вопрос. Давайте по очереди, то я забуду. Энтузиазм – это наша вдохновленность слушать о себе правду. Без энтузиазма о себе слушать правду просто не хочется. Нет настроения. А в энтузиазме мне это интересно. Ну-ка еще что-нибудь расскажите. Спасибо большое. То есть в энтузиазме мне нравится слушать о себе. Это мое позитивное настроение. Энтузиазм – это позитивное настроение. И я благодарен за нехорошее себе. И совесть, она в принципе ничего хорошего-то нам не говорит. Вы заметили? У совести есть что нам сказать. И поэтому слушать ее вот так вот по-настоящему, открыто, можно только будучи в этом позитивном энтузиазме. Ну совесть говорит. И она говорит. Вот ты вот смотри что творишь-то. Хорошо, хорошо, буду меняться. Все слушаю, слушаю. Все буду меняться, буду меняться. Если энтузиазма нет, мы не то что совесть не слушаем. Мы родителей слушать не будем. Мы учителей слушать не будем. Думать, ну опять это все, это все наверно не обо мне. А когда у человека энтузиазма нет, у него интересный эффект, канала нет. То есть он когда слушает, то он думает, что это не обо мне все. Думает, о, лектор так здорово моего товарища описал. Во-во-во, зависть, во-во, все про него. Фу, зависть. Теперь про жадность. Да, точно, точно, сосед мой. Да, ой, какой Жанинов. Фу. То есть у него канала нет. Он думает, что это вот так здорово все про окружающих рассказывают. Потому что я-то не такой. Это вот нет энтузиазма. А когда энтузиазм, то я точно понимаю, как точно все обо мне. Ой, как точно и про мою зависть, и про мою жадность. Вот это энтузиазм, вот это энтузиазм к развитию. Энтузиазм тут же канал прямо в сердце открывает. А без энтузиазма просто нет сил на изменения. Поэтому и слушать об изменениях не хочется. Зачем об этом слушать, если сил на изменения все равно нет. Поэтому канал закрыт. И развиваться дальше не интересно. Следующий. Второй вопрос. Каким образом зависть трансформируется в радость, когда мы хвалим кого-то со глазами? Так вы практиковали? Надо же попрактиковать. Это же упражнение. Что такое зависть? Это когда мы не рады успехам другим. То есть мы говорили, что это когда мне становится больно от того, что другим хорошо. И хорошо, когда другим больно. Поэтому я сразу же радуюсь успехам других людей. Сразу же изначально. То есть я сразу же настраиваю свое сознание на независтливое восприятие. То есть я хвалю других. Я нахожу за что их похвалить и хвалю их. Потому что зависть свои люди вокруг меня тут же находят плохое и критикуют. А я нахожу сразу же хорошее и хвалю. То есть я противостою зависти сразу же изначально. Я уже не настроен на зависть. Я не даю зависти проявиться. Я радуюсь, когда людям хорошо. А зависть она любит проявляться, когда человека нет. Вот когда нет человека, мы зависть проявляем на полную катушку. Один приходит и говорит, слышал какой я тут? Как он опозорился? Я говорю, да, я так и знал. Вот я так и знал. Точно. Я всегда знал, что он плохой. Как вы меня понимаете? Я вас понимаю. Ой, мы такие друзья. А еще про кого-нибудь плохое слышали? Да, про тех. Ой, точно. Я тоже слышал. Вот она зависть. Понимаете? Мы радуемся, когда другим плохо. Поэтому мы изначально всю эту систему сразу же отключаем. При нас начинают что-то говорить. Мы тут же на зависть никакую не поддаемся. Говорим, стоп, стоп, стоп. Это хороший человек. У него хорошие дела. Он делает хорошие вещи. Если там что-то есть нехорошее, давай его дождемся, с ним поговорим. И вы увидите, этот друг ваш тут же откажется. Если к вам приходит тот товарищ, говорит, слышал плохое об этом человеке. И вы ему говорите, сейчас я позвоню, спрошу. Скажу что-то, я об этом говорю, сейчас я узнаю. Он тут же откажется. Я такое много раз практиковал. У меня есть телефоны очень многих людей. У меня очень большая телефонная книжка. Я многих людей знаю. И ко мне часто приходят и начинают критиковать. Я тут же достаю телефон и говорю, включаю на громкую связь. Давайте с ним обсудим. Все, бледное лицо и бегом отсюда. Я много раз это практиковал. Аж пятки видно, как сверкают. Нет, нет, не набирайте этот номер. Понимаете, вот она зависть. Вот она гадкая какая. Она всегда в темноте, она за углом, она за спинами. А мы сразу отказываемся, нет. Нет человека, хвалим. Хотите ругать, набираем номер, ругаем. Будет интересно. Вот посмотрите, все откажутся. Никто не будет этим заниматься. Да, потому что во всем этом зависть на самом деле. Гаденькое чувство. Фу-фу-фу. Гадость. Не кушайте гадости. Мы же не кушаем гадости. Но вот в отношениях мы гадости употребляем. И вот участвовать в зависти это гадость. Как будто гадость есть. Фу. Не ешьте гадости. Будьте культурными людьми. Гадости не употребляйте. Добрый день, Вячеслав Олегович. Такой вопрос. Если человек встает на духовный путь развития, то обязан ли он примкнуть к какой-либо религиозной конфессии, в которой нет особой необходимости? Духовность это моя любовь. И сначала я должен понять, что такое любовь. И когда я понял науку о любви, тогда я могу направить эту свою любовь на какое-то практическое применение. Поэтому религия это практическое применение любви. И без теории религия будет страдать. Мы сейчас видим, что теории на любви мало, поэтому религия страдает. У религии остаются только одни ритуалы. И эти ритуалы не дают понимания, как это связано с моей любовью. Поэтому людям грустно становится в религии. Религия это моя возможность воплотить мою любовь, но любовь должна для этого быть. Поэтому мы часто приводим это сравнение духовности и религии со стаканом с водой. И религия это стакан, а духовность это вода. Религия или стакан без воды или любви не имеет смысла. Пустой стакан, толку от него никакого нет. Ну и вода без стакана тоже ее особенно не попьешь. Если вылить ее на стол, без стакана тоже как-то грустновато. Неудобно. Поэтому религия это система, которая позволяет напиться любви. Но любовь должна быть. Поэтому есть два вида отклонений. Первый это религия без любви к Богу. А просто как способ что-то от Бога получить. Если любви там нет. Поэтому это просто стакан, стакан без воды. А второй это попытка любить Бога без религии. Пить воду без стакана. Мне просто я от Бога в сердце люблю, мне больше ничего не надо. Это второе отклонение. Как всегда решение посередине. Нужно правильное понимание любви, умение любить. И система, которая позволяет этой любви реализоваться. Воплотиться. Потихонечку все это нужно соединить и воду и стакан. И тогда можно будет напиться. Тогда жажда любви утолиться. Поэтому не ошибайтесь. Точно вы должны видеть как эта система работает. Что нужно и то и другое. Но именно вместе. Само по себе оно толку не имеет. Не дает результат. Поэтому да. Скажем религия нужна. Но она нужна как система воспроизведения любви. То есть это набор правил. Ограничений. Которые позволяют любви проявиться. Как семейная жизнь. Что это такое? Это соединение любви и правил. Любовь есть. И люди думают. Потому что мы же просто любим друг друга. А зачем вам сейчас создавать семью? Проблема будет если семью не создавать. Сожительство называется. Когда мы любим друг друга, но семью не создаем. Называется сожительство. Грех. Проблемы. Дети не защищены. Женщины не защищены. Все могут в любой момент разбежаться. Никакой ответственности. Поэтому любовь должна еще и быть в системе. Поэтому если мужчина и женщина любят друг друга. Хорошо выбрали. Любите друг друга. Теперь выберите ЗАГС. Идите в ЗАГС и живите по всем правилам. И предписаниям семейной жизни. По закону. Отвечайте. Несите ответственность. Так же и тут. Любовь возникла. Все. Ищите ЗАГС. Каким образом вы будете устанавливать с Богом свои любовные отношения? Если правил нет. Сожительство. Проблемы будут. Всему этому есть научные определения. Но мы не будем их сейчас произносить. Чтобы не путаться сильно. То есть все это очень точно разобрано в философии духовного развития. Я просто вам сейчас принцип объясню. Чтобы вы могли этим пользоваться в своей реальной жизни. Спасибо большое за лекции и ответы. Скажите пожалуйста. Откуда брать энтузиазм и вдохновение в жизни и работе. Особенно когда стал профессором. В жизни и работе? Либо раздельно. Либо раздельно. Либо в жизни и работе. А для чего энтузиазм? Для работы? Интересно и в жизни и в работе. А что такое жизнь в вашем понимании? Что вы имеете ввиду под словом жизнь? Энтузиазм в жизни. Из чего ваша жизнь состоит? Что бы интересно для чего был энтузиазм? Под словом жизнь вы что подразумеваете? Потому что нужно же знать для чего энтузиазм. Мало ли чего вы там живете. А что вы делаете когда не на работе? Что вы там делаете? Хобби? Семья? Для чего вам энтузиазм? Точно скажите. Сейчас отходил. Концепция работы дошел. Потихонечку. Отходим на столе. Но целиком сформулирую сейчас так вот совсем четко. Это важно. Поймите. Энтузиазм это результат понимания своей цели. То есть если я понимаю. То есть как получить энтузиазм в жизни. Нужно понять что такое моя жизнь. Для чего я живу. Для кого я живу. В чем смысл моей жизни. Пока я не понял для чего я живу. У меня энтузиазма никогда не будет. То есть он ниоткуда не появится. Поэтому я должен точно понять цель. То есть энтузиазм это результат целеустремленности. Как только я четко вижу цель. Я план своей цели составляю. Как ее достичь. По ходу дела у меня возникает энтузиазм. Потому что любое достижение цели. Это общение с теми кто идет к этой же цели. То же самое на работе. То же самое на работе. Если мы ставим перед собой энтузиазм на работе. Я должен точно понимать для чего я вообще работаю собственно говоря. Какова цель моей работы. Чего я хочу от этой работы. Если я эту цель осознал. То я нахожу таких же людей. У которых та же самая цель. И мы вместе идем к этой цели. То есть энтузиазм. Это результат понимания своей цели. И совместное движение к этой цели. С окружающими людьми. Но если эти условия не выполнены. То это просто слова. То есть мы не можем энтузиазм сам по себе рассматривать. Энтузиазм должен быть к чему-то. То есть вот энтузиазм. Прослушать весь семинар от начала до конца. Вот понятный четкий энтузиазм. Поэтому мы общаемся с теми кто тоже хочет идти на этот семинар. И мы вместе идем. Вместе сидим. Вместе радуемся. Вместе его обсуждаем. И он дает свой результат. Но если энтузиазм не знаю куда сходить. Еще не решил. То нет такого энтузиазма. Энтузиазм это сила которая направляет нас к цели. Но если цели нет. То и энтузиазм сам по себе он ничего не стоит. Вы понимаете в чем задача? То есть задача сначала в цели. Но как только вы опишите цель. Мы тут же сможем разобраться с вашим энтузиазмом. Но цель вы не описали. Цель работы, цель жизни. Вот я ее не услышал. То есть нужно с целью разобраться. Поэтому есть вот эта цель и устремленность. Другое слово. То есть а запишите цель и устремленность равно энтузиазм. Поэтому поработайте над целью. Цели нет и энтузиазма тоже вы не добьетесь. А иначе это будет не энтузиазм, а бешенность. То есть когда цели нет, то это бешенность. Видели как, например, бегать туда-сюда. Ну ребенок может бегать туда-сюда. Вечером у него наступает такое вот состояние бешенности. И он просто бегает по квартире. Где-то в 8 вечера у него там что-то включается. Бешенность. И он побежал. И нужно просто, чтобы он выбегался. Понимаете? Вот так же и мы. То есть если у нас цели нет, то мы в таких детей превращаемся. Просто бегаем по этому миру. Туда-сюда. Этим позаниматься. Тем позаниматься. Туда-сюда-сюда-сходить. Это не энтузиазм. Это не целеустремленность. Это бешенность. Поэтому ее тоже надо выбегать, устать. Отдохнуть. И подумать над том, а цель-то какова? Где же моя цель-то? Куда я еду? А мы садимся в такси. Таксист нас спрашивает. Куда ехать? Мы говорим просто едь. Сегодня день хороший. И таксист понимает. В энтузиазме человек. Вот то же самое и наша жизнь. То есть мы в общем-то конечно радостные все, вдохновленные. Но иногда вот как-то с точкой назначения есть проблема. Нужно ее вбить, эту точку назначения. Тогда появится вот энтузиазм. Энтузиазм это план. Это планирование. Поэтому начните с самого главного. Вот с этой точки. Куда же мы идем? Тогда я смогу и ответить на вопрос. А так пока нет ответа. Хорошо. А вдохновение? Насколько близ к энтузиазму? А вдохновение это временная вещь. А вдохновение это начало энтузиазма. Но чтобы энтузиазм не останавливался, его надо поддерживать правильными действиями. То есть уже нужна чистоплотность, уже нужно обучение, уже нужно общение. А вдохновение это некоторое, мой резонанс с другим человеком. То есть я увидел какого-то человека, который красиво там на коньках окатается. И думаю вот, надо так же красиво кататься на коньках. И потом пошел одевать коньки, так как устал одевать. Что понял, что это грустно, это очень долго как-то одевать коньки. Бог с ними, с этими коньками, пойду-ка я домой. Так и не одел. Слишком долго их зашнуровывать. Понимаете? А если вышел, то так со первого раза шлепнулся, что как-то... И понял, что да, что на коньках кататься это как-то дорогого стоит. Жалко колени. То есть, а вдохновение это наш резонанс. Вот мы срезонировали. Но потом его нужно в энтузиазм перевести. А энтузиазм это работа. Работа, это реальное приложение усилий. Это режим, это обучение, это общение, это коллектив и так далее. Это очень много факторов, чтобы поддержать свой энтузиазм. Работает. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, вот вы говорили про неправильную схему, это хвалить лично и ругать глаза. Ну вот. И вот когда мы хвалим человека, ну, например, ну, кажется, что это может вдохновить, да? Ну вот когда мы все время хвалим, ну, чем-то плохо и как-то. Когда мы все время хвалим. Когда мы все время хвалим. Ну, например, да. Если вот есть такая традиция. Это плохо. Когда мы все время хвалим, мы развиваем в человеке эго. Перехваливаем. Некоторая вот эта вот сентиментальность жизни, она вредит взаимоотношениям. Поэтому, как мы говорили, а похвала должна быть маленькой. Вот мы с вами учились этому. Маленькие добрые слова. Этого достаточно. Это как сахар. Понимаете? То есть вот две ложечки на стакан будет хороший чай вкусный. Но когда мы восемь ложек на стакан. Это уже такой перебор. И вот эта вот сентиментальность, такая слащавость. Она приводит к такому взаимному посыпанию сахаром. И в результате эго только развивается. Да, я супер человек. Поэтому все меня не любят. Меня любят только дома. Поэтому вот мы любим друг друга. Ты любишь меня. Я люблю тебя. И между нами возникает такой слащавый договор. Хвалить друг друга. Какой ты молодец. Да ты сам молодец. Нет, ты молодец. Да ты сам молодец. Два молодца. Ну это просто два куска сахара. И они облизали друг друга и дальше пошли. То есть это такая вот сентиментальность. Маленькая доброта, маленькие похвалы. Вот это очень хорошая вещь. То, что показывает наш правильный настрой. Но хвалить много это вредит человеку. Потому что это развивает в нем врага. Гордость приходит. Гордыня приходит. И еще жадность приходит. Хочется, чтобы больше хвалить. И зависть приходит иногда. Почему вы того больше хвалите, чем меня. В общем, враги все приходят. Врагов очень много. Поэтому не пересвачивайте. Тут как в кулинарии должен быть хороший набор. Правильная комбинация сахара, соли, всех других специй. Переложил все, блюдо не удалось. Также и взаимоотношения. Это подлизывание называется. Поэтому всем это не нравится, когда подлизывается. Все понимают, что это вот просто. Мы так хотим как-то решить свои проблемы через подлизывание. Проблемы не через это решаются. Вот как решаются проблемы, мы с вами изучили. Поэтому не пересвачивайте. Проблемы только от этого будут. Знайте меру. Во всем должно быть мера. Это стиль жизни. Во всем знать меру. Соль тоже должно быть. Но и чуть-чуть надо соли, видите. Поэтому все в свое время. В своей пропорции. Это искусство жизни. Тренируйтесь. Вы это сразу же почувствуете. Когда вас много хвалят. У вас полностью противоположное ощущение возникает. Наоборот. Это не к добру. Это все хвалят. Как бы потом проблемы не начались. Что я вам должен. Сразу же хочется спросить, чего хотите. Поэтому чуть-чуть доброты я вполне достаточно. Много не надо. Продолжение следует... Продолжение следует...